Для начала напомню о том, что произошло в конце сентября текущего года, после блестяще проведенной в Карабахском регионе Азербайджана антитеррористической операции. Нагорно-Карабахская республика прекращает свое существование, до 1 января 2024 года произойдет распуск всех госучреждений, говорилось в указе последнего главы Карабахской хунты Самвела Шахраманяна. До того, которому нужно радоваться, что он не оказался в бакинском СИЗО, как это произошло с Аркадием Гукасяном, Бакос Айкином, Араиком Арутюняном, Давидом Бабаином и Рубеном Варданином. Впрочем, возможно, его радость носит несколько преждевременный характер. В любом случае, Шахраманян тогда особо отметил, что данный указ вступает в силу немедленно после его опубликования. Также напомню, что Шахраманян предложил армянам, которые незаконно, с паспортами граждан РА, проживали на оккупированных территориях нашей страны, ознакомиться с условиями реинтеграции, которые представил Азербайджан, и самостоятельно принять решение о возможности пребывания в регионе или возвращения в Карабах. Как говорится, все его ходы были записаны, тем удивительнее видеть, как сейчас раскручивается совсем иная тема. Целый ряд армянских СМИ, политиков, политологов разглагольствуют ныне о том, что существует документ об отмене подписанного Шахраманянам указа. Более того, утверждается даже, что то, что в Армении высокопарно называют правительством НКР, по каким-то причинам избегает публикации документа. Но и это еще не все. В армянском медийном пространстве бродит информация, что сам Шахраманян заявил 20 октября, что ни один документ не может распустить созданное народом государство, тем самым дав понять, что подписанный ему КАС не имеет юридической силы. В общем, провокация оседлала провокацию и провокации погоняет. Другое дело, что совсем скоро все станет предельно ясно, 1 января не за горами. Если армяне начнут реваншистские игры с реанимацией марионеточного образования, пусть даже и на территории Армении, то еще более окрепший железный кулак со всей силой обрушится на голову Гидры, сделав реальностью и Зангизурский коридор, и Республику Западного Азербайджана. Если армяне не хотят столь нужного им мира, значит, будем действовать в соответствии с брошенным нам вызовом. Сколько, как говорится, веревочки не виться, а концу быть. Вот и тут, уже в первый день нового года станет понятно, кто и что планировал и планирует. Сегодня уже бесспорно, что как в самой Армении, при согласии Пашиняна и его ближайшего окружения, так и за ее пределами есть силы, не скрывающие своей заинтересованности в том, чтобы армяно-азербайджанский конфликт не был разрешен. В первую очередь речь идет о мировом армянстве, которое давно уже ангажировало политиков разного калибра в самых разных странах мира. И тут особняком, конечно же, стоит Франция, где вся политверхушка, президент Макрон, глава МИД-колонна, мэр Парижа и Дальга и еще целый ряд политиков, депутатов и сенаторов, открыто встала на путь провокаций против Азербайджана. Они поддерживали армянский сепаратизм, не оказывая на официальный Ереван никакого давления, пока наши земли находились под оккупацией. Из Парижа на протяжении всех этих трех лет звучали откровенно лживые и провокационные заявления в адрес нашего государства. А после того, как Азербайджан провел антитеррористическую операцию и полностью восстановил свою территориальную целостность, Франция попыталась осудить официальный Баку. Да, Франция даже захотела использовать для этого совбез ООН, но ничего путного у них не вышло. И вот после всех этих поражений официального Парижа мы видим, что Франция ускорила милитаризацию Армении и поддержку реваншистских настроений в стране камней. В Азербайджане все это видят. И у нашей страны, безусловно, готовы ответные действия на случай любого развития ситуации.